Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. И сегодня с гостем в студии мы будем говорить о благополучии нашего региона с точки зрения экологии. Присоединяйтесь! Присоединяйтесь! И на протяжении 30 лет работал в сельском хозяйстве района. С 1984 года по 2006 год был председателем колхоза Рассвет. Затем несколько лет занимал должность заместителя председателя Брагинского райисполкома, курировал вопросы экономики, торговли и занятости. В 2010 году возглавил коллектив областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В 2013 году назначен на нынешнюю должность. Является депутатом Гомельского городского совета депутатов 27-го созыва по Полесскому избирательному округу номер 6. Здравствуйте, Василий Васильевич! Добрый вечер, уважаемые телезрители! В мире существует множество рейтингов, которые оценивают благополучие стран и регионов с точки зрения экологической составляющей. Скажите, пожалуйста, как в них выглядит наша страна? Ну и Гомельщина, конечно. Рейтинг Беларуси на мировом уровне, конечно, достаточно высокий. Если посмотреть те мировые рейтинги, которые мировое сообщество выставляет среди других государств, то Беларусь находится на 53-м месте. Это достаточно высокий уровень, если считать, что в рейтинге участвует 168 государств в мире. И среди стран СНГ, Гомельская область и Беларусь в целом занимает достаточно высокий уровень. Если взять постсоветские страны, то Россия находится на 69-м месте. Такие страны, как, допустим, Молдавия и Украина, 86-е, 87-е место. Киргизия, Казахстан, Узбекистан, эти страны вообще за 100 цифрами. 114, 117 и так далее. И можно даже, к примеру, сказать, что, допустим, Соединенные Штаты и те на 61-м месте. А если брать наши знаменитые страны, где знаменитые курорты Балгария, Турция, Египет, то и эти страны находятся от 66-го до 69-го места. То есть, несмотря на то, что вроде как Беларусь во всем мире ассоциируется, к сожалению, в том числе и с последствиями Чернобыльской катастрофы, но мы, можно сказать, что на голову во многих позициях мы выше. Да, я вам скажу, что в этом направлении государство уделяет очень большое внимание, очень сильно развита служба природоохранная. Мы со многими зарубежными странами контактируем, взаимодействуем. Ну и когда посещают зарубежные гости, допустим, делегации, они видят состояние Беларуси. И не только с тех цифр, которые предоставляются, но и все воочию видят, что делается в Беларуси. И такой отзыв от Беларуси идет. Спасибо большое, Василий Васильевич. У нас уже есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, говорите, пожалуйста, вы уже в эфире, задавайте ваш вопрос. День добрый. Здравствуйте. У меня, как Жихара, вы имели такое питание. А поздним часом сказано шмат про будущие реконструкции широкую улицу в центре города. Это улицы Пролетарская, Интернациональная, Гагарина, так само Площа Ленина. У вынику запланованных поширеннёй зеленые насаджыни зникнуть. И у своем фронтованне этих изменов городские влады кажут, что они прописаны в генеральном плане 2003 года. В связи с этим у меня два питания. Первое. Чему таким выпадку на улице Пролетарской еще год тому высаживали новые саджынцы, и не ездят в этом основании в державных сродхов. А другое питание, чему появится новое насаджение после реконструкции улиц, именно виду в душе самих улиц. Спасибо за звонок. Василий Васильевич, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, то же самое хочу сказать спасибо за звонок. Забоченность очень большая. Данный вопрос держится на контроле в комитете. Даже если мы с вами порассуждали вновольные темы, то видели бы, допустим, следующую ситуацию. Сегодня в городе Гомеле и в Гомельской области насчитывается очень большое количество транспорта. Вопрос хорош, но транспортные развязки должны, конечно, быть. А с такого простого подхода, как сразу будет принято решение о расширении улиц, это совершенно неправильно, потому что будет общественное обсуждение, будет узнаваться мнение людей, оно должно учитываться. Мы вчера буквально рассматривали этот вопрос с главным архитектором города. Если будет расширена улица Пролетарская, Интернациональная, если будет в этом необходимость, если будет проектное решение, значит, в проектном решении обязательно будет экологическая экспертиза. Если в проекте будут прописаны удаления деревьев, то необязательно будут компенсационные высадки в любом месте города Гомеля. Поэтому, как вопрос неизбежный, я думаю, что и в дальнейшем транспорт, я еще раз вернусь, транспорт растет, коллапса на улицах не должно быть. Вы знаете, что это и беда экологическая, когда стоят вот эти пробки, когда мы видим, едут транспорт как стал, работает машина на холостом ходу, загазованность сильнейшая идет в городе. Поэтому это хорошо, что люди заботятся, правильно делают, нет вопросов. Заботиться нужно всем об экологической составляющей города, в том числе и зеленые насаждения, и воздушный бассейн. Поговорим еще об этом. Скажите, если провести сравнительный анализ городов, районов Гомельской области, то вот этот внутренний рейтинг благополучия экологического, как он будет выглядеть? Оль, я скажу, что сегодня, да, действительно на территории Гомельской области много городов областного подчинения и много городов местных, местного подчинения. Такие города, допустим, как Мозыр, достаточно значимый промышленный узел. Если в целом по Гомельской области выбросы стационарных источников составили за прошлый год 100 тысяч тонн, а в 2013 году это было 123 тысячи тонн, то видите, какое идет сокращение. Это благодаря всем усилиям и тех производственных предприятий, промышленных предприятий, тех самым сельхозпредприятиям. Я приведу пример по рейтингу, допустим. Но самый такой город, я не скажу, что неблагополучный регион, это Мозыр. Выбросы на одного человека составляют 292 килограмма. Если брать в сравнение с областной цифрой, то в среднем по области 70 килограмм, хотя в прошлом году еще за предыдущий год было 71 килограмм, но это на килограмм сократить на жителей, это очень много. В среднем по Гомелю 17 килограмм, поэтому от количества еще жителей, конечно, плотность населения. Следующий по более таким неблагоприятным меркам, можно считать, это Жлобинский регион и опять-таки развитие промышленности. Это белорусский металлургический комбинат, где выбросы составляют порядка 5 тонн на квадратный километр, а в городе Мозыре 22 тонны на квадратный километр, поэтому и рейтин такой. И если брать сельхоз, сельские районы такие, допустим, как Кармянский, Чечерский, то там, к удивлению, промышленности нет, но там сегодня 114 килограмм на человека, 117 килограмм. И самая маленькая нагрузка на человека, это в Брагинском районе 7 килограмм. Самый чистый воздух в Брагинском районе, да, в Брагинской области? Ну там, если судить с точки зрения экологической давали, самый чистый, но там есть другая беда, которая нам всем известна. Да. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, каких наиболее значимых результатов удалось добиться гомельским экологам? Чем в деятельности своей службы вы можете гордиться сегодня? Ну я не хочу так узко сказать, что это добились гомельские экологи по большому счету. Это добились мы все с вами, жители города Гомеля и Гомельской области, все промышленники, все сельхозники, потому что так ставить нельзя. Мы как контролирующий орган должны только контролировать руководство нашим законодательством. Ну я думаю, что и в результате вашей работы проблем должно становиться меньше и меньше с каждым годом. Да, естественно. Я вот вам в предыдущем своем высказании говорю, что сегодня было, допустим, в 2013 году 123 тысячи выбросов и 100 тысяч. Разница есть. Это значительная разница. Хотя Гомельская область в целом занимает структуры Республики промышленное производство по городу Гомелю составляет 22%. И выбросы 22% в структуре всех выбросов Республики. Это же большой показатель. Это большой показатель. Ну и второй показатель есть. Это у нас водные ресурсы, которые сегодня в Гомельской области, самая богатая с областей, это Гомельская область. Водных ресурсов 62% от всех ресурсов Водных Республики. Ну, о существующих проблемах разговор предлагаю начать с того, что на виду, с вопросов благоустройства. Давайте выслушаем мнение и предложение гомельчан. Вроде так все и нормально уже сделали. И чисто в городе. Хорошо. Я сейчас в основном езжу по центру, поэтому тут оно более или менее благоустроено. А по этим уже районам, в силу своего возраста, я уже не добираюсь особенно. Поэтому мне довольно сложно ответить на этот вопрос. Красивый сфер. Скамейка, доска одна оторвана. Это варварство. Вот надо бороться. Тут милиции не видно, не слышно. Я особо хожу, никогда не видел. Чтобы прошел человек в форме, эти варвары пугал. А так, в принципе, нормально. Здесь все есть. Магазинов здесь много. Сделают, вот скоро откроют это кафе. Если это будет так недорого, как они говорят, пишут, значит, можно будет и с детками пойти когда-нибудь чай попить. Вот я живу. Здесь вот кожа родненцать. Наш двор как был сделан 43 года назад. Вот как вселились, так эти две ржавые арматуры стоят какие-то и все на этом. Ну а так по благоустройству. Ну у нас еще вот в улицу Советскую, вот начиная от Спартака и до выезда. Ну, здесь стоят несколько частных домишек, крытые кроватью, в смысле, всяким железем. И получается, нет вот такого вида города, лица города нет. Ну дороги надо, конечно, чтобы лучше были, наверное, по городу. Мне кажется, всего хватает. Все хорошо, мне все нравится. Площадку хотели поставить новую, ну надо за свои средства. Ну так прилично надо собирать, если, ну, с родителей. Так бы хотели бы, чтобы было побольше для детей. Площадки очень нехорошие. Там стоят две-три горки, ну и все, вся площадка. То есть благоустройство по площадкам вопрос, конечно. Ну, я думаю, зеленение, потому что убрали деревья на улице Кирова. Сейчас собираются убирать на Советской, насколько я знаю. И все меньше и меньше становится деревьев, травы, все больше от тротуаров. В общем, городу не хватает зеленых зон. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня об экологии гумельщины. Василий Васильевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, хватает ли гумелю зеленых зон? И вообще, как вы оцениваете благоустройство города? Вопрос очень хороший. Выслушал мнение наших телезрителей или жителей по большому, что-то можно сказать, что правильно поднятые вопросы, все темы затронуты правильно, но всего же сразу невозможно сделать. Правильно? Есть вопросы по озеленению, есть вопросы по газонам, есть вопросы по высаживанию многолетних насаждений. Если говорить абстрактно, что чего-то не хватает, это не тот подход. В мире считается нормой, когда на одного жителя попадает 40 квадратных метров зеленых насаждений. А у нас? А у нас, покуда статистики такой нет. К сожалению, данный вопрос я как-то обсуждал с головой города. Но нужно ставить вопрос. И мы ставим вопрос, что сегодня данную тему нужно изучать. Это не такой простой вопрос. Сегодня у нас есть красная гвоздика. Нужно поставить все на учет, вплоть до насаждений, которые есть зеленые на балконах. Почему? Потому что любое насаждение зеленое, оно синтезирует кислород. Допустим, как пример, одной из статей, которую я изучаю и читал, есть Франция, Париж. Когда встал вопрос о том, куда развиваться городу и как развиваться городу, одновременно был поставлен вопрос, то, что нужно посмотреть плотность зеленых насаждений для того, чтобы человеку комфортно жилось. И действительно, с начала постановочного вопроса в Париж попадало 5 квадратных метров, на сегодня же день 40. И культурно и вежливо строятся, развиваются. И комфортно живут. И нельзя назвать несовременным городом, конечно. Совершенно верно. Супер-современный. Ну и вопрос в том, что сегодня зеленые насаждения, мы, допустим, стараемся, когда принимаем объекты в эксплуатацию, без заключения экологической службы вопрос никогда не стоит. Сегодня мы смотрим проектно-сметную документацию, если там прописана вся экологическая экспертиза и то, что должно быть по канонам экологии, это все выдерживается. В противном случае заключение субъект хозяйствования не получает. Конечно, мы имеем право на то, чтобы дышать все-таки чистым воздухом, насколько он может быть чистым в областном центре с развитой промышленностью. Вот как раз вблизи этих промышленных производств никто, конечно, жить не хочет. Все бы хотели квартиру иметь поближе к парку или какой-то зеленой зоне. По количеству вредных выбросов Гомель, как вы говорили, лидер в стране. Василий Васильевич, почему сегодня крупные предприятия позволяют себе вот такое безобразие, выбросы в атмосферу? Ведь 21 век, ведь технологии уже достаточно высоко у нас развиты, чтобы как-то этот вопрос решать. Покомментируйте, пожалуйста. Хороший вопрос, Оль. Дело в том, что наши сегодня промышленные предприятия, если сказать прямо, то они не позволяют себе этого. Дело в том, что если мы хотим развиваться и существовать, зарабатывать какой-то бюджет и направлять его на социальные вопросы, то мы должны производить с вами материальное благо. Дабы производить материальное благо, мы сегодня что строим? Промышленные предприятия и иные предприятия. Однако в проектных документациях всегда стоит острый вопрос и нормируются выбросы. Для того служба экологическая существует. Есть предприятия, есть некая инвентаризация по выбросам, есть допустимые пределы и свыше допустимых пределов. Вот это уже наша сторона вопроса. Мы сегодня контролируем, дабы не было выше ПДК выбросов. И очень много делается в Гомельской области и нашим руководствам областным, и нашими предприятиями мощными такими, как допустим НПЗ, БМЗ и так далее. Вот к примеру, НПЗ выбросы по одному предприятию НПЗ составляют порядка 40% выбросов всей области. Если в цифрах естественных, то 38 тысяч тонн НПЗ выбрасывает разного вида выбросов в атмосферу. Поэтому, ну и контроль с нашей стороны по большому. Что тут, те, которые нерадивые, те, которые... Кто у вас в этом списке двоечников? Чуть-чуть незаконно послушные, но я не буду приводить такой особый таких примеров. Я хочу сказать, что сегодня химзавод на высоте. Там экологическая служба исключительно работает. На химзавод приезжает учиться сегодня и с нефтеперерабатывающего завода. Хотя не скажу, что там слабенькая служба, там очень мощно развита служба. Есть проблемы у нас с нашим предприятием, Гомельским, это Гомельстекло. И если сказать, почему мы так сработали, наши промышленники, и руководство наше. У нас сегодня система установлена, автоматическая система контроля за выбросами. Сегодня на 13 предприятиях установлена автоматическая система. И в этом году еще будет 5 предприятий оснащены автоматической системой выбросов или контролем за выбросами. Это большое дело. Достаточно привести пример, что сегодня металлургический комбинат на одной из доменных печей в прошлом году вложил на эти цели 70 миллиардов денег. 70 миллиардов денег. Это сумма большая. Зато сокращение выбросов составило сразу 100 тонн. Это здоровье людей, это благосостояние народа. Параллельно. Если человек здоров, то он найдет как источник заработать себе на жизнь, на поддержание жизни, на состояние, на свое и так далее. Спасибо, Василий Васильевич. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Что, можно говорить, да? Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Василий Васильевич, спасибо вам за то, что вы все-таки один единственный со всей городской службы и районной нашей службы прибыли к нам на Космическую-13 по поводу лесного массива нашего. И на сегодняшний день, сегодня продолжалась вырубка леса. Санитарная ли вырубка, или санитарная, сейчас непонятно. Значит, хотелось бы знать. Вот нам здесь застроят, это, значит, живой район новый, 9 домов. Это же нарушит экологию. И так не очень себя уютно чувствует отрядом стоящих заправок, отрядом стоящего централиста и отрядом стоящего химзавода. Вот и женщина говорит, ольга мужчина, что люди не хотят жить подальше, ближе к берегу и подальше к центру города. А мы живем в технической зоне. Вы здесь были, спасибо вам. И как же нам быть дальше? Спасибо большое за звонок. Вот это вечный спор, вечная проблема, да, между жителями и застройщиками. То ли строится и вырубать зеленые насаждения. Ну, я скажу сразу, и заверут телезрителей, и жителей микрорайона, проживающих, или жителей на космической, или листинце, как будем называть его, да? Да, действительно, там еще не идет санитарная рубка, и мы как экологи, и спасибо жителям, они очень переживают и заботятся. Я думаю, что там застройки никакой не будет в ближайшее время, и мы сохраним эту зеленую зону, так как таковой зоны на территории города Гомеля нет. Действительно, там зеленая зона, можно сказать, прямо с вековыми деревьями. Достаточно уютно, комфортно, и даже если там и промышленная зона, это централит, такой источник, это самое, ну, и если нам еще там удалить зеленую зону, то совсем будет неправильно. В начале апреля у нас проходит традиционная наша акция, которая очень мне нравится, неделя леса она называется. Скажите, пожалуйста, вот самое непосредственное участие вы принимали тоже в работе. Как в этом году она прошла, каков ее итог? Ну, тоже самый вопрос, чудесный, конечно. Акция недели леса была приурочена к восстановлению тех делянок или рубок ухода. Вы знаете, что ежегодно лесохозяйственным объединениям производится очень много и санитарных рубок, и рубок по главному пользованию. Но, естественно, нужно лес возрождать. Я благодарен всем тем организациям, школьникам, студентам, МЧСовцам, Боровцам, инспекциям, растительным, животным, мира и всем жителям неравнодушных, которые приняли участие в этой акции. В целом, по Гомельской области или по лесохозяйственному объединению было восстановлено или высажено на площади 2550 гектар лес посажен, высажено 14 миллионов деревьев и приблизительно на 100 гектарах произведено уплотнение. Также дополнительно были наведены порядки на придорожных полосах лесных, на пунктах стоянок и так далее. То есть наводится порядок и в этом направлении. Спасибо всем за труд, всем участникам этой акции. А следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы уже в эфире. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый день. Рудоман Анатолий Анатолий Анатолий, Василий Васильевич. Как вы относитесь к вопросу, когда-то в свое время вырубили по нашей Гомельской области все лесополосы вдоль трасс и увеличивали ли посевы? Все-таки это серо, все-таки это свинец. Это же нарушение экологии. Как вы озвучите этот заданный мной вопрос? Спасибо. Да, действительно, Анатолий Анатолий Анатолий, вопрос очень такой серьезный. Если сказать, что это какой-то умысел, нельзя этого говорить, потому что вы знаете все наши лесопосадочные полосы, которые были вдоль автомобильных дорог. Дорога, которая М5, это на плановой дороге, там, естественно, были произведены рубки, но и у других населенных пунктов или вдоль автомобильных трасс было произведено удаление. Сегодня разработаны мероприятия. Мы сегодня запланировали в этом году, и есть уже конкретные места, где будут произрастать или высажены вот в апреле-октябре месяце новые лесопосадочные полосы с четырьмя полосами. Это будут Кошелевский район, Добружский район, Калинкайский район в этом году и по памяти Чечерский. Поэтому план мероприятий разработан до 2020 года. Все лесовосстановительные полосы, особенно где они необходимы, это те места, где сегодня, ну, уже сегодня проработан вопрос, где возможны пыльные бури и снежные заносы. Для чего лесополосы? Для того, чтобы защитить почву от эрозии. Вопрос очень корректно, правильно задан. Я благодарен вам за вопрос, но мы этот вопрос держим на контроле, и я думаю, что в ближайшие пять лет все будет восстановлено. Спасибо большое. В весенний период около 70% возгорания и в лесных массивах приходится на выжигание сухой растительности. Вот такой вечный, такой весенний бич. Скажите, пожалуйста, почему в 21 веке люди все еще жгут эту пресловутую сухую траву, хотя на каждом шагу их предупреждают, что делать этого нельзя? Ну, я не скажу, что это делается по какому-то недопониманию. Действительно, вопрос хороший. Жгут не только траву, а совместно с выжиганием травы жгут всю биологию, которая сегодня растет, всю флору и фауну выжигает. А параллельно флоры и фауны жгут свои дома приусадебные. Поэтому бесконтрольность такая, какая есть. В период не пожароопасный. Законодательством не запрошено на лишних подворьях выжигать. Под присмотром нет вопросов. Но когда наступает пожароопасный период, извините, никаких палов не должно быть. Соберите растительные остатки, сложите их культурной вежливости. Вежливо получите прекрасное органическое удобрение. 34 года, процесс гниения. И не нужно будет ни покупать ни азот, ни фосфор, ни калий. Наводить порядок, конечно, нужно, но не таким варварским способом. Давайте в продолжение этой темы посмотрим сюжет. 10 мая 2016 года. Именно эта дата определена в Гомельской области для окончания наведения порядка на кладбищах. Их в регионе, кстати, почти 2200. Гомельские осавцы одно из крупнейших. Для того, чтобы не превратить почти 40 гектаров территории в большую свалку, здесь оборудовали около 30 контейнерных площадок. По словам коммунальников, зимой проблем с поддержанием порядка меньше. Однако весной ситуация сильно меняется. С наступлением первых тёплых дней люди начинают готовиться к радунице. И тогда мусор, который даже нельзя использовать в качестве вторичного сырья, только успевая вывозить на официальную свалку. Уборка сейчас производится раз в неделю. Обычно городское кладбище ввозится где-то порядка за день тонн 30 мусора вывозится. Утилизация 30 тонн мусора, кстати, обходится бюджету почти в 1 миллион рублей. Ближе к радунице эта цифра вырастет в разы. Потом немного снизится, но тонны мусора коммунальники будут вывозить ещё практически до поздней весны. Однако, если в Гомеле соответствующие работы и утилизацию оплатят бюджет, то в сельской местности ситуация намного сложнее. Здесь для наведения порядка используются деньги местных советов. Основная проблема здесь отсутствие контейнерных площадок. И население приходит, когда убирают отходы от уборки кладбищ. Часто возникают несанкционированные свалки. Но мы выдаём рекомендации, сельские советы очень быстро всегда всё устраняют. Но ситуация такая, что это сельское кладбище. Поэтому на этот год по плану наведения порядка на земле запланирована работа на 34 кладбищах Ломинского района, в том числе по ограждениям, установке ограждений и по установке контейнерных площадок. Именно для таких отходов с кладбища. На территории Поколюбического сельского совета Гоминского района 11 кладбищ. В прошлом году вывоз отходов обошёлся местному бюджету в 40 миллионов рублей. Впрочем, поддерживать порядок здесь стремятся в любом случае. Покосившиеся въездные ворота, например, в этом году за свой счёт обещают отремонтировать местные жители. Они же поставили крест в память обо всех предках. Кладбище в деревне Лопатина действительно очень старое. На некоторых ещё деревянных крестах сегодня даже надписи не сохранили. За такими могилками местные жители ухаживают сообща. В целом же, если вывоз мусора головная боль местной власти, то проблему поддержания порядка непосредственно на территории здесь решили в принципе. Мы доплачиваем, значит, человек получая порядка, ну, мизерные эти деньги, один миллион. Он ухаживает, сносит эти венки, значит, ухаживает за этим мусором, потом, значит, сразает кустарниковую растительность, деревья образает. Согласно нового закона о погребении и похоронном деле, значит, у нас идёт так называемая регистрация, журнал регистрации, кто захоронил. Выдаётся свидетельство, присваивается номер, ответственное лицо, которое записывает телефоны и на случай каких-то там, будем говорить, повреждений, памятников они отвечают, там прописано, что они отвечают сами, кто захоронил. А мы контролируем это и, если надо, по телефону связываем. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Васильевич Маслак. Продолжаем разговор о наведении порядка на земле. Василий Васильевич, насколько вы готовы принимать решительные меры к тем гражданам, которые игнорируют ваши требования? Мы не сторонники, Оль, каких-то злостных мер административных. Но, естественно, к тем людям, которые не законопослушные, мы относимся тоже самое для того, чтобы каким-то образом воспитывать и наводить порядок. В этом году разработан план мероприятий по наведению порядка на земле. Он утвержден нашим губернатором, дворником Владимиром Андреевичем. Естественно, каждый месяц подводятся итоги. Перед каждым заседанием областного исполнительного комитета просматривается та или иная территория на предмет наведения порядка на земле. Что сделано, что не сделано, что нужно сделать. Поэтому работа очень большая по каждому региону, по каждым направлениям, по каждым предприятиям и так далее. Но если подойти к тому, что как мы там, допустим, жестоко-нежестоко относимся к этим вопросам. Но я хочу сказать, что сегодня, допустим, на сегодняшний день, за первый квартал, это плохие цифры, конечно, они не должны радовать по большому счету. Но мы сегодня составили порядка полторы тысячи протоколов на сумму 1,5 миллиарда рублей. Но такова жизнь. Мы сначала информируем, делаем мониторинг, предупреждаем, просим, уберите, наведите. Но сначала предупредительные меры, затем, если кто-то недопонимает. То не оставляет вам другого выхода. Так точно. Василий Васильевич, есть у нас вопрос от телезрителя. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Вот с моего детства все растут и растут горы около химзавода. И как бы уже смеять их называют горшечким эвенестом. Какая у них положительная судьба? Говорят, это японцы хотели купить, но мы не отдали. Что ж мы ни себе, ни людям. Короче, идите, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Вопрос действительно наболевший за долгие годы. Ну, вопрос очень хороший. Я благодарен вам за этот вопрос. О том, что кто-то что-то говорит, вы сильно не слушаете, что кому-то там хотели продать, кто-то отказался, кто-то хотел взять. Действительно, сегодня горы фосфогипса на химическом заводе достаточно мощный запас на сегодняшний день. Там 23 миллиона тонн фосфогипса. прорабатываются разные варианты, вплоть до окускования данных отходов, дабы применить их сегодня в цементной промышленности. За прошлый год, допустим, химзавод передал или продал, ну, пускай даже и небольшое количество, но 14 тысяч тонн цементной промышленности продали. Рассматривается вопрос как инвестиционное продолжение извлечения с данных отходов. Там есть, как ни странно, там есть редкоземельные металлы. Однако цена вопроса очень большая. Проект стоит приблизительно полтора миллиона долларов. Будет инвестор, будем работать. Поэтому достаточно дорогостоящие. Что касается мониторинга, естественно, вокруг данного хранения отходов есть смотровые мониторинговые шахтные колодцы, где мы мониторим состояние подземных вод. Поэтому сегодня нарока небольших нет. Допустим, превышений при мониторинге не обнаружено. Но ведется определенная работа, есть подвижки, есть подвижки сегодня, но может не куда-то что-то продать, а просто-напросто вовлечь материал в цементную промышленность. Уже есть технологии разработаны, поэтому хоть какая-то часть из годовых объемов будет уже запущена в оборот, поэтому перспектива вот такова. Спасибо большое. Есть у нас телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем. Алло. вопрос вопрос такой, значит, Жасминовая 1 за станцией Безжелинной улицы, вот Красный Маяк, вот эта деревня, там за станцией Безжелинной, сводят население мусор за скважину, тут скважина, оттуда выключают, и вот приехали, трактором с обрыва двинули этот мусор и постоянно захоранивают вот в этой горе, так что же неправильно, надо как-то с этим разобраться. Спасибо. Тоже можно ответить на данный вопрос, но проехали у нас не инопланетяне проезжают в данные места и сбрасывают не только в населенном пункте Красный Маяк, мы сегодня за первый квартал обнаружили 350 несанкционированных свалок, которые, конечно, застали землепользователю брать, навести порядок и так далее. Это хороший вопрос, я возьму его на контроль и обязательно проверим и примем меры. Людям, конечно, обидно, если на их территорию еще кто-то привозит и сбрасывает и за руку, как правило, никого не поймаешь. Вопрос такой сложный. Очень плохо, конечно, надо, чтобы население, мы же боремся за одно дело, за хорошую экологию, поэтому никто из сторонних людей не должен стоять в стороне. Любая информация, мы благодарны людям, хотя очень много людей неравнодушны, дают информацию. А куда можно сигнализировать вот в такой ситуации? Человек стал свидетелем подобного. Куда звонить? Можно звонить на зеленую, на зеленый коридор нам, допустим, комитет 23-24-95 или на промои, мне можете звонить 23-24-90 или приемная, мы всегда вас запишем, выслушаем и немедленно отреагируем. Хотелось бы, чтобы таких неравнодушных людей было у нас больше. У нас около трех минут до окончания эфира, Василий Васильевич, вот как вы оцениваете подвижки, которые произошли в обществе и в технологиях, которые касаются сортировки и переработки мусора? Ну, есть очень большие подвижки. Если провести словами цифр, то спустя, допустим, года 4 назад эта цифра составляла приблизно 30 тысяч тонн. То за 2015 год в области переработано 170, ну, будем говорить, если точно, то 172,9 тысячи тонн разбежка. Шесть раз за четыре года. Государство в этом направлении очень хорошо заинтересовывает. Если в 2014 году субсидии от операторов вторичных ресурсов нашим нашим сборщикам, это спецкоммунтранс, это предприятие об потреб союза, это предприятие ВТИ, это наш химторг получили субсидии в 2014 году 25 миллиардов, то за прошлый год 42 миллиарда. У нас есть подвижки. Есть одна большая проблема на сегодняшний день. У нас есть два предприятия, которые перерабатывают бумагу и картон. Это Светлогорский ЦКК и Добрская бумажная фабрика. Объем переработки 100 тысяч тонн. Мы же по области собрали 65. Вот в этом направлении хотел бы призвать всех активно принять участие и поработать вплотную с макулатурой. Спасибо большое. К сожалению, время, отведенное нам в эфире, уже пролетело. И очень благодарна вам за сегодняшний диалог. Спасибо, Оль, вам тоже. И всем телезрителям. Да, которые нам сегодня звонили. Так точно. Председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Маслаг был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за участие. До встречи через неделю. До встречи. Продолжение следует...